Вот эта вот гадина сегодня всю ночь мне спать не давала. Да, именно вот эта, которая залезла в мой книжный шкаф и всю ночь в нем шурудила. Мышей, конечно, развелось очень много и пора мне уже на них открывать официальную охоту. Потому что на мышеловке они особо не идут, обходят их в большинстве случаев стороной. Но это неудивительно, потому что у меня по дому разбросано очень много еды и поэтому они себя очень вольготно чувствуют. Это рецепт моего личного секретного допинга, который носит название песчаная буря. Для начала нужно почистить семечки вместе с орехами. Это, конечно, займет какое-то время, но оно того стоит. Теперь все это нужно измельчить при помощи вот этой мельницы, которая, хоть и старенькая, но со своей задачей еще справляется. У меня на самом деле таких несколько, но это единственная, которая еще работает. Закрываю и включаю. А чтобы она не сгорела, я ей большие нагрузки не даю. Кстати, если кто-то из вас занимается спортом или просто работает на тяжелой физической работе и чувствует нехватку калорий, тогда эта вещь вам очень сильно поможет. И еще на ней очень хорошо набирать вес. Правда, кушать ее придется каждый день. Чапи сегодня наказан и он весь день проведет на улице. Потому что я постелил собакам новую кухайку, а он взял, подошел и тут же ее обоссал. Не знаю, как его отучить, чтобы он в доме не ссал, а просился на улице. Пока не получается, так что будет жить на улице. Ему и здесь удобно. Да, Чапи? Будешь уличной собачкой. Кому-то ж нужно двор охранять. Так, а мне сейчас нужно будет взять и вскрыть компрессор. Пока время есть. Из инструмента мне понадобится острая зубила и мощный молоток. Этого будет вполне достаточно. Первую дырку прорубил. Теперь пойдет намного легче. Вот теперь я могу сказать, что я его полностью вскрыл. Ну, доставать я из него ничего не буду, потому что мне уже пора ехать на базу. Сделаю это как-нибудь на днях. Главное, что вскрыл, а это уже мелочи. В общем, я готов. Лайба тоже готова. Остается только взять мешок и надеяться на то, что по возвращению он будет полностью набит. Кстати, на базу я езжу практически всегда вот в таких ботинках. Потому что у них подошва непробиваемая. В них я могу ходить хоть по стеклу, хоть по гвоздям, по барабану. Если сегодня что-нибудь интересное найду, то когда приеду, распакую мешок на видео. Сегодня я на базе был прям до Победного. И последнюю машину встретил уже в темноте. Но обидно за то, что мясокомбинат так и не привезли. Ну, а магазинов и подавно не было. Но зато мне удалось найти вот такой вот приятный бонус. Правда, я не знаю, почему он называется сапфир, когда это настоящий рубин. Ну, если мыслить, конечно, категориями производителя. Вот сейчас мне нужно будет определить, какой сюда нужно штекер воткнуть. Для того, чтобы проверить, рабочий он или нет. Я вот поищу, конечно, у себя. Может найду подходящий. А если нет, тогда придется разобрать на детали. Я, кстати, летом находил большой телевизор. При нем был штекер. Ну, в смысле, вот этот кабель. Так вот, я включил его. Он шумит, а экран не загорается. Так вот, разберу их на детали. Ну, а здесь у меня по мелочам. Я вот, правда, не знаю, почему выбросили вот эти респираторы. С виду они абсолютно новые и целые. Я предполагаю, что внутри есть какой-то дефект. Вот, но это нужно будет разобрать один и посмотреть. Набрал шнурков. Я всегда вытаскиваю их с обуви в перерывах между машинами. Потому что я понял, что шнурков много не бывает. Набрал немного дисков. У меня целая коллекция их. Как-нибудь покажу вам. Вот еще диски. Ну, тут в основном фильмы такие старые. СССРовские. Советские военные фильмы. Наши кино. Советский экран. Ну, ладно. О, вот это я, конечно, погорячился. В темноте не заметил. И взял кроссовки с дыркой. Но этот целый. А второй оказался с дыркой. Решил все-таки не рисковать таранкой. И поэтому развесил ее вот так по всей кухне. Пусть пару дней подсохнет. А потом я ее заверну в бумагу. Таким образом я ей продлю срок годности после срока годности. А запах это ерунда. Он быстро выветрится. Хоть я таранку и не очень люблю. Но это действительно очень вкусное.